При открытии банковского счета в финансовом учреждении, в банке или кредитном союзе, вам выдадут банковскую карту. Она может именоваться по-разному. Ее могут называть и дебетовой картой, и интерак картой, и банкомат картой, ITM card. Эта карта дает вам удобный доступ к вашему счету. При вручении этой карты вас попросят выбрать персональный идентификационный номер – PIN. PIN действует, как ваша электронная подпись. Следует выбирать номер, который легко запомнить, и в то же время такой, который трудно будет угадать постороннему лицу. Не используйте свой номер телефона, дату рождения, адрес или номер сын. Никогда не записывайте свой PIN и никому его не сообщайте. Пользуясь банковской картой, всегда следите за тем, чтобы посторонние не могли подсмотреть ваш PIN. Ваше финансовое учреждение может устанавливать в своих отделениях банкоматы. Часто они работают круглые сутки, и вы сможете проводить необходимые банковские операции, даже когда отделение закрыто. С помощью банкомата можно класть деньги на счет, снимать наличные, оплачивать счета и проводить деньги с одного счета на другой. Многие банкоматы работают на нескольких языках. Банковская карта позволяет вам пользоваться любым банкоматом из сети вашего финансового учреждения. Карта, которой вы пользуетесь в банковском отделении вашего банка, будет работать и в его филиале в Виктории или в Принц-Джорджи. Вы можете пользоваться и банкоматами из сетей других банков, но за оплату. Это удобно, когда у вас возникла срочная нужда в наличных, или вы путешествуете и не имеете доступа к банкомату вашего банка. Кредитные союзы Британской Колумбии организовали сеть, называемую Exchange Network – обменная сеть. В нее входят 2000 банкоматов на территории Канады, и член любого кредитного союза может пользоваться ими бесплатно. Небольшие иконки на обороте вашей банковской карты показывают, какими сетями банкоматов вы можете пользоваться. В вашем финансовом учреждении подскажут, какими сетями вы сможете пользоваться за рубежом. Банковской картой можно пользоваться и в магазинах, где ее обычно называют дебетовой. Для оплаты покупки вам нужно будет ввести свой ПИН в считывающее устройство. Необходимая сумма будет немедленно снята с вашего банковского счета. Помните о необходимости сохранения вашего ПИНа в тайне. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok